Описание представленных томограмм пациента 14.09.1963 года рождения от 07.05.2019 года. Область исследования. Органы грудной клетки, брюшной полости. Представлены исследования низкого качества. Отсутствуют правильные артериальные и венозные фазы. Контрастная часть исследования начинается с портальной фазы. Плотность портальной вены в первую контрастную фазу плюс 175 по Хаунсфилду, а орты всего плюс 90 по Хаунсфилду. Вторая контрастная фаза плотность портальной вены до плюс 84 Хаунсфилда, а орты до плюс 94 по Хаунсфилду. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки. Слева в С8 очаг по диафрагме 11х9 мм, ранее 12х9 и 8х8 мм. Ранее описываемые очаги в С6 и С9 достоверно не определяются. Легкие расправлены. Пневматизация легочной ткани снижена в заднебазальных сегментах за счет явлений пневмофиброза. Ход и проходимость трахеи. Главных и долевых сегментарных бросков бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено. Новообразование в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы единичные. Пара трахеальных размеров до 13х8 мм N9-10, ранее 10х9 мм. В аортопульном анальном окне размером до 15х8 мм. Средним размером 9 мм. N7. Ранее 16х8 мм. N6. Ифукурционные 32х15 мм. Ранее 29х16 мм. Бронхопульмональные лимфоузлы с обеих сторон. Средним размером до 13х15 мм. Единичным размером до 18х15 мм. Ранее до 15х8 мм. Вдоль грудного отдела аорты единичные лимфоузлы размером до 6х7 мм. В переднем средостении узлы 14х9 мм. И 9х6 мм. Ранее 14х11 мм. И 11х7 мм. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Жидкости в привральных полвкостях не выявлено. Костных травматических и деструктивных изменений не определяется. В ТН8 гемангиома без динамики. 20х20х18 мм. Сердце аорты без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах справа 23 мм. 25 мм. Слева 23 мм. Ранее 24 мм. Брюшная полость. Желудок обычных размеров. Правильно расположен. Печень увеличена. КК РПД 210 мм. Ранее 196 мм. КК РЛД 73 мм. Ранее 61 мм. Конторы четкие. Ровные. Нативная плоткость. Плюс 30, плюс 80 по Хаусфилду. Ранее плюс 50, плюс 60 Хаусфилда. Желудочные протоки не расширены. Портальные вены 15 мм. Ранее тоже 15 мм. Селезеночные 9 мм. Ранее 11 мм. Желудочный пузырь. Обычных размеров. Правильной формы. Рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Селезенка увеличена размером 126х79 мм. Ранее 148х68 мм. С четкими ровными контурами. Без РЖ-контрастных очагов. Поджелудочная железа обычных размеров. С четкими контурами. Паренхима однородна. Версунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не изменена. Надпочечники не увеличены. Обычная структура. Почки не увеличены. Паренхима однородна. Чашечная лоханочная система не расширена. Сосудистые ножки почек. Паранефральная клетчатка структурна. Рентгеноконтрастные конкременты не определяются. В синусе правой почки киста 38х32 мм. Ранее 37х32 мм. С тонкими ровными стенками, анахогенным содержимым. В латеральной паренхимии левой почки субскапсулярная киста 12х8 мм. Ранее 10х9 мм. Свободная жидкость брюшной полости не выявлена. Брюшной полости вдоль аорта многочисленная лимфоузлы. Размером до 11х6 мм. Ранее 5х7 мм. Множественные месентериальные лимфоузлы размером до 14х7 мм. Ранее 9х6 мм. В печеночном углу толстой кишки металлические клипсы. Лимфоузлы грудной и брюшной полости также копят контраст с плюс 30 и плюс 45 хаунсфилда до плюс 60 и плюс 85 хаунсфилда. Другие очаги патологического накопления контраста в представленных фазах сканирования не выявлены. Почки накапливают и выделяют контраст своевременно. Мочеточники в зоне сканирования не расширены, патологические включения в них не выявлены. Малый таз. Мочевой пузырь заполнен адекватно, стенки его тонкие и ровные. Патологические включения образования не выявлены. Заполняется контрастом без особенностей. Предстательная железа размером 48х50х46 мм, объемом 57,4 см3, выражена неоднородно по всей структуре, содержит кальцификаты до 7 мм. В мягких тканях малого таза объемные образования не выявлены. Ход прямой кишки не изменен, патологические образования в ней не выявлены. Лимфатические узлы слева к прямой кишке прилежит единичный лимфоузел размером 13х8 мм. Справа флибит диаметром до 9 мм, плотностью до плюс 900 хаунсфилда. По латеральному контуру левой подвздошной впадины определяется включение размером 21х17х15 мм, плотностью плюс 39х80 хаунсфилда. Убедительных данных за накопление контраста не получено. Ранее описываемая зона изменений голосовых связок в зону сканирования не вошла. Заключение. КТ-картина лимфоаденопатии средостения, рост числа лимфоузлов в аортопульмональном окне, очаг левого легкого, два ранее описываемые очага не визуализируются. КТ-картина гепатоспленомегалии, портальная гипертензия, диффузные изменения ткани печени, лимфоаденопатии живота, кисты обеих почек босняк 1, аневрозонатическая костная киста, литический очаг левой вертлужной впадины, состояние послеоперативного лечения, в целом тенденция к росту лимфоузлов как в средостении, так и в животе, рост гепометаголия, нарастание диффузных изменений ткани печени, рекомендованное МРТ малого таза с контрастом для уточнения характера изменений костной ткани, врач Котов М.А., ассистент кафедры лучевой диагностики СКМУ им. Мечникова, заведующий центром КТ-МРТ клиники Медиус. Ответы на вопросы пациента по КТ грудной клетки и КТ брюшной полости. Сейчас исследование у вас сделано лучше, но в фазы сканирования не попали, из-за этого невозможно трактовать накопление контраста. Попросите в следующий раз делать контрастирование так. Первое. Если инжектор одноколбовый. Контраст 350-400 в количестве 100 мм. Скорость введения 4-4,5 мл в секунду. Делаем нативное сканирование. Затем планируем трехфазное сканирование. Триггер не ставим. Когда инжектор готов, нажимаем первый раз кнопку запуска сканирования. Начинаем введение контраста. Смотрим на экран инжектора. Как только закончилось введение контраста, ждем 10 секунд и второй раз нажимаем на кнопку старта КТ, начиная сканирование. В итоге получаем три классические фазы сканирования. Вариант номер два. Если инжектор двухколбовый. Делаем натив, затем планируем трехфазное сканирование. Триггер не ставим. Когда инжектор готов, нажимаем в первый раз кнопку запуска сканирования. Начинаем введение пресс-болюса 50 мл физраствора, затем пошел контраст. Смотрим на экран инжектора. Как только закончилось введение контраста, ждем пару секунд, второй раз нажимаем на кнопку старта КТ. Идет пресс-болюс 50 мл физраствора. Продолжение следует...